Продолжение следует... Блять, уёбок! Всё в порядке, Армаро? Какой-то хуило захотел моих денег. Я разобрался. Что, кто-то с района? Назови хоть одного такого борзого у нас на районе. Слушай, Ви, нарисовалась проблема. Серьёзно. Что такое, попал в переплёт? Помощь нужна. Спасибо, а то уж я отчаялся. Я, ну, задолжал Кирку. Если ты завтра не отдам, он мне ноги переломает. А с ним вообще лучше не ссориться. Его картели прикрывают. Ты взял взаймы у Кирка? Он же ёбаный ростовщик. Каждая крыса в Хейвуде это знает. У меня это... Брат откинулся. Надо было его встретить. Сам виноват знаю. Когда же ты поумнеешь, Пепе? Надеюсь, у брата твоего всё в порядке? Ну, пока вроде справляется. Так ты мне поможешь? Я поговорю с Кирком. А ты мне потом будешь должен. Он хороший маленький, только шилопутный. Правда. У него свои демоны. Они терзают его душу. Я передам, что вы извиняетесь и хотите помириться. Привет, Кирк. Есть дело. Ви, какие люди. Выкладывай, что тебе надо. Пепе просил с тобой поговорить. А он сам что, стесняется? Так ты скажи ему, что я не кусаюсь. Пока что. А тебе хули надо? Сколько он тебе должен? Очень много. Точнее сказать не могу. Конфиденциальная инфа. Только не говори мне, что у ростовщиков появились... Принц. Ну, блядь, прикинь, чудеса случаются. Перенеси срок, а? Он всё вернёт. Ему просто нужно больше времени. Я чё, по-твоему, благотворительный фонд? Если ты занимаешь, то будь добр отдать с процентами. Он, блядь, знал, на что подписывается. Да из чего мне давать поблажки ебанатам, которые не держат слова, а? Дело не в нём. Просто я об этом тебя прошу. Ха. А, ну ты меня знаешь. Я человек деловой. Скажи, что мне с этого будет? Как обычно, услуга за услугу. Ты поможешь мне, я тебе. Хорошо. У меня как раз есть одна идея. Окей. Клёвая тачка, да? Во всём городе таких всего четыре. Одна у директора Рейфилда. Вторая у мэра Райана. Третья стоит в пункте проката. А четвёртая? А четвёртая скоро будет у моего клиента. Конечно, после того, как ты её угонишь. После этого вы с Пеппе будете в расчёте? Само собой. Я своё слово держу, ты же знаешь. Всё просто. Угонишь для меня этот... Рейфилд. Спешу долг Пеппе. И тебе тоже чё-нибудь подкину по доброте душевной. Мой человек Рик работает на парковке углей. Это клуб, где бывает хозяин Рейфилда. Каждый вечер пятницы он там как штык. Как только ты придёшь, Рик выключит камеры, откроет ворота и вперёд. Тебе останется только сесть в Рейфилд и укатить. Всё просто. На толковый план не похоже. А, а на что похоже? На то, что ты пытаешься найти лоха. Это не подстава, Ви. Ты же парень умный. Неужели не хочешь немного подзаработать? А кто владелец? Да какой-то японец из-за рассаки. Приехал, раскидывается тут деньгами направо и налево. Как его зовут? Не знаю. Да и похуй. Моё дело искать редкости, а его тачка эпически редкая. А этот твой Рик? Я доверяю ему как брату. Как ты себе это представляешь? Я влетаю под пузо этому Рейфилду, замыкаю провода и дальше еду, куда хочу? Кирку таких машин есть сигналка. Кстати, очень хорошая. Вот этой вот хреновиной открывают двери в сервис-центрах Рейфилда. Она обходит идентификацию личности. То есть это ключ от всех Рейфилдов в городе? Да ладно, Кирк. Ты ведь сам в это не веришь. Волшебники из кабуки и не такую технику продают из-под прилавка. Укрепись в вере, брат. Так что, согласен? Не забудь про наш уговор. Спокойно, Ви. Говорю тебе, ты на этом еще и заработаешь. Езжай в угли, это в Гленни. Рик будет ждать тебя в гараже. Договоритесь с этим вопросом. Удачи! Если что, я всегда нахожусь. Мелон не будет драться за порой. Не пиздец. Этот каброн лучший в своем весе. Но спита Иернандеса-то он положил. Подайте мелочи ветерану. Кибернетический бог, пожирай своих детей. Жди своих людей в санду. Пусть приготовятся. Да, падре. Ну надо же, кого я вижу. Ви, давно не виделись. Не знал, что ты в городе. Себастьян и Бара ничуть не изменился. Никто уже не называет меня по имени. Я и сам его почти забыл. Как дела, падре? Да все так же. В Хэйвуде ничего не меняется. Ты лучше о себе расскажи. Да. Дом, милый дом. Я вернулся из Атланты пару недель назад. Вижу, что дома тебя уже встретили. Как там, на востоке? Расскажу как-нибудь. Мне сейчас надо по делам. Так давай мы тебя подвезем. Заодно и расскажешь. Маркус, поехали. Останови машину. Что такое? Ничего. Оружие есть? Себастьян и Бара. Похоже, мне сегодня повезло. Чего тебе? Разобраться. Раз и навсегда. У меня к тебе хорошее предложение, папаша. Ты уебываешь свисты и ребят своих забираешь с собой. Я отдаю тебе Гленн и мы квиты. Можешь спать спокойно. Ха. Видишь, какой я добрый. Еще хоть одно слово? А ты не лезь. Я тебя не знаю. Я тебя тоже. А это значит, нихуя ты тут не стоишь и нихуя не можешь. Ну, что-нибудь еще? Мне кажется, наш разговор подошел к концу. Берегись, падра. В этом городе легко поймать пулю. К тебе это тоже относится. Маркус, трогай. Я рад, что ты не забыл свои корни. Держишься молодцом. Вокруг всегда полно таких недоносков. Они крутые, пока ствол не увидят. Что за чувак? Да неважно. Через неделю его не станет, зато появится другой. Он угрожал тебе оружием. Верно. И он за это заплатит. Плюсь. Вот, на прощание. Твой номер? Может пригодиться. Вдруг мы с тобой еще поработаем вместе. Как два года назад. Спасибо, падре. Мне пора. Ну, с богом. Да стоп тебя! Ай, бля. Га-льга. Пойдем. Пойдем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас протестируем это чудо техники. Маловерный ты человек. Видишь? Мы богаты. Теперь заводи тачку и позвони мне с дороги. Подскажу, куда ехать. Ага. Похоже, проблем быть не должно. А ты еще кто? О, блядь. Водить умеешь? Вылезай. Ты что творишь? Кетчингар. Улетел! Гость оружия! Не с места! Твари столованы! Никуда не дергаться! Поднять руки так, чтобы я видел! Медленно! Мордой в землю, сука! Быстро! Джеки Уэллс. Мой добрый сосед. Так и не поумнел ни на грампу. Эй, детектив Ститц! Надо же, какая встреча! Инспектор Ститц. Один хрен. Погоди-ка. А тебя я тоже припоминаю. Давай, говори. А я тебе нет. Не стесняйся. А ты вроде уехал в Атланту искать счастье. Похоже, не нашел, да? Я говорил, что у всей Хейвудской перхоти одна судьба. Тут рождаться, тут жить и тут подыхать. Я, как всегда, был прав. Нихера ты обо мне не знаешь. Что, правда, глаза колет? Следи за языком, а то я рассержусь. Да ладно, инспектор, тебе-то с этого что? Закроешь нас, посидим мы до суда, поплюем в потолок. Отдадут нам максимум пару месяцев. А может, и вообще отпустят, потому что в тюрьмах только стоячие места остались. Вор, это они. Простые уличные бродяги? Мы взяли их с поличным, мистер Фуджиоко. Сейчас поедем в участок. Да нахрена это надо? У меня нет времени снимать показания и играть в следствие. Вы предлагаете их отпустить? Я предлагаю сломать им ноги. Надеть наручники и бросить в море, чтобы не всплыли. Все это слышали? Бля. Что в вас всех... Вот честно. Там такая обстановка была. Я уж решил, что мы живыми не выберемся. Нет, Стинс бы так не поступил. Ты прямо уверен? Ну да. Он же сам из Хейвуда. Пиджаков ненавидит так же, как и мы с тобой. Просто делал, что должен был, и все. Если б не я, ты бы уже рассекал по городу на этой красавице. Да не переживай. Это дело пованивало с самого начала. Самопальному говну из камбуки такая сигналка не по зубам. Ничего удивительного, что копы приехали. Ну, познакомимся по-человечески. Джеки Уиллс. Ви. А, погоди. Ты бываешь в Койоте. В Койоте я и получил заказ на тачку. От Кирка. Ты работаешь с этим обсосом? Пепе торчит ему кучу денег. Вот я за него и вписался. Твой Пепе, конечно, вообще. Прогнуться под такую гниду, как Кирк. Ты же слышал, что говорят. За ним стоят картели. Картели? Нет, нет. Я видел ребят из картелей и могу тебе гарантировать, ни один из них про Кирка даже не слышал. Этот каброн еще пожалеет, что подставил кого-то из Хейвуда. Я бы чего-нибудь заточил. Заточил? Ага. Попробуешь, чили мои мамы. Лучшее в городе. А чё? Как по мне, это хорошее начало. Начало чего? Нашей дружбы. Мы просто два сапога пара. Ну, давай, пошли. Я с утра ничего не ел. Еда – это хорошо. Пошли. Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли. Мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебе приют, а потом останавливает на улице и спрашивает. Закурить не дается? Каждый день сюда приезжает по сто человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхэнд и Вайланд Бо-Бо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выжденные люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити. На кладбище. К счастью, я абсолютно насрать с чего-то начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Нет, Джек, у нас мало времени. Давай потом. Потом, так потом. Маньяна, маньяна. Я готов. Лифт. Пошли. Давай быстрее, Ви. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаром. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не рассказываешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. Номер 12-37. Цель должна быть там, но надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту. Не высовывайся. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Ви, не спать. Тут еще пендахоз. Убери его по-тихому. Тише. Надо его спрятать. С трупами лучше не раскидываться. Согласен? Убери его по-тихому. Слетятся, как мухи на говно. А нам этого не надо. Четыре. Внимание! Новые тела на подходе. Они уже близко. Мясники и пучи. Есть еще карпанаты. Мне нужно свой покупать. Такой хром стоит дохуя. О, яви. К нам идут. Вышний момент. И убери их. Мечте быстро. Убери этого. Только тихо. Эй, возьми того, который ближе. Возьмем их. С этими разобрались. Только это явно не все. Идем дальше. Я за тобой. Не дергайся. А то нас увидят. И тебя увидят. Субтитры сделал DimaTorzok На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти. Черт, где эта девица? Ищите. Должна быть где-то там. Так тихо. Мы еще никогда не работали. Не совсем в моем стиле. Но все равно топ. Блять, господи боже. Это она. Наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Выглядит... Она лежит в ванне. Еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышал, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают, почему. Пьешь такую холодную воду, и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к биомону. Проверим, что с ней. Подключаюсь. Сандра Дорсет. НС-570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Кара-ху-ти-бак. Это тебе не вип-клиника. Тут ванны со льдом, и клюки с топорами. Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте назад. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения. 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через три минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. Джеки, ты это. Стой на стреме. Мало ли кто завалится. Всегда готов, Ви. Не ссы. Блядь! Она уходит. Ви, что у вас там? Не молчи. Только этого не хватало. Джеки, инжектор! Лови, сэр! Ну, вроде... Вроде помогло. Фуэреса! Выноси ее отсюда! Крысы побежали с корабля. Наверное, засали связываться с травмой. Давай, выноси ее на балкон. Осторожно, идет посадка. Запущен подокол со силой безопасности. Следуйте указания. Стали у входа! Пациентку на землю! Пять шагов назад! Быстро! Быстро! ТЭТ-133 центру. Получили пациентку НС-570442. Ввели стимуляторы. Домфамин 70 мг. Нуратринарин 110 мг. Гибрин 800 мг. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Мано, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с мести. Не на м... Петро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель, Ви. Что, может, подбросить тебя домой? Ну, давай. Я все равно устал. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твоё вознаграждение ждёт. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон оцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придётся поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Ману. Я поведу. Продолжение следует... Как же круто в Найт-Сити. Город как город, только большой. Нет, Ману. Это необычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйленд, Адам Смэшер. Тут рождаются легенды. Чёрт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно. Блин. Мне кажется, или... Да, так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тим Гадалви. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Это они! Их хостопута! Дави на газ, Джеки! Давай, вези! Чингадо, ману! Не могу! Веди нормально! Держи, свист! Какого хера? Мерда! Пардон! Чингадо, попались, мрази! Попортил я ведь твоей малышке. Прости, Ви. Ничего, потом разберёмся. Надо сначала вернуться домой. Ничего, потом разберёмся. Чёрт! Они явно решили не мелочиться. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьёзно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймёт, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, к своей девушке? Ну да. Она с ума сойдёт, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты ей понравился. Моя неподдельная искренность тронула её сердце. Да. А что, я верный. Дорожу отношениями. Угу. А главное, скромный. Даже. Давай из машины. Резче. Мне сколько нужно. Ходер. Ты глянь верь. Тут всё серьёзно. Стреляй давай! Как-то не похоже на обычную облаку. Так потому, что это не обычные копы. Это Макс Тайк. Охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только, когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Всё, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. В конце 9. Не ждите. Это просто 101.9. The Dirge. Отлично. Скоро будем у тебя. А как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви. Меня пропустят. Ты прямо уверен? Ну да. Я снова буду очень вежлив. Ладно, увидимся. Передай привет Мисте. Передам. Айлоик. Добрый вечер, Найт-Сити. Мой первый гость сегодня... Да. Забыла сказать. У знакомого Нитранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Нескоподобный Колвер. Хвала тебе, небесный наш отец. И наша вторая гостья, Карина Ли. Ведущая популярного шоу Чипуйся. Активная сторонница кибернетических инфлянтов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуюсь, Зиги. Спасибо, что позвал. Итак, сегодня я хотел бы обсудить с вами самые редкие, пользующиеся способом инфлянтов. Ах, да блин, опять ворота заело. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Надо бы сказать пару слов начальнику. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...